Добрый день, дорогие друзья! Мы уже давно знаем, что путинские дружки тянут себе все, до чего у них ручонки дотягиваются. Прут все, как будто последний день. Но вот даже на фоне этого разнообразия воровства находятся люди, которые выделяются своей смекалкой и выдумкой по части освоения государственных денег. В последнее время много говорится о путинском поваре Евгении Пригожине. Пригожин сделал свое имя и состояние на обслуживании Кремля и лично Путина. А теперь якобы выступает чуть ли не альтернативным МИДом и Минобороны в разных деликатных делах. Имя Пригожина также тесно связано с частной военной компанией Вагнера. О ее боевом пути Пригожинские любят рассказывать как бы по секрету, что она воевала на востоке Украины, что она воевала в Сирии. Якобы Пригожин выполняет те государственные задачи, которые не могут быть поручены официальным органам. Ну а именно на решение этих задач получает государственное финансирование в виде крупных государственных подрядов. Вот именно такой образ создает себе Пригожин. Реальность, как обычно, несколько иная. Вот недавно в африканской стране под названием Судан был свергнут многолетний диктатор Амар Аль-Башир. И полученные проектом досье документы позволяют нам изучить обстоятельства этого военного переворота. Еще в конце 1917 года Амар Аль-Башир пообещал Путину, что Судан станет для России ключом к Африке. В обмен на геополитическое влияние Путин взялся помочь Аль-Баширу с удержанием власти. С этой целью в Судане высадился целый десант пригожинских политтехнологов. Их советы и рекомендации должны были обеспечить непопулярному диктатору долгие годы у власти. Конечно, делалось это как бы не бесплатно. На встрече Медведева Аль-Башира было подписано соглашение о передаче компании Пригожина крупного месторождения золота в Судане. Многочисленные пригожинские политтехнологи наводнили Судан. Он рассказал СНН, что русские адвизации были поставлены в государственные министры и в Национальный интеллигентский сервис. Согласно с одной секретной фигурой в Режиме Башир, их планы в том, что он называл минимальный, но нормальный лишний. Для Аль-Башира и его администрации создавались многочисленные заумные концепции с непростыми названиями. Но в обмен на будущее золото пригожинские люди выдавали совсем не блестящие идеи. Если продвинуться чуть дальше названий, то можно увидеть все те же тухлые методички по борьбе с оппозицией сурковских времен. Мы, конечно, не диссернет и не будем обвинять Пригожина в плагиате. Это он пусть сам с Сурковым разбирается относительно авторства. Но проблема в том, что использованные методички не просто тухлые, но и совершенно не адаптированные к Судану. Недаром в недавнем расследовании относительно деятельности Пригожина на Мадагаскаре содержится такой вот вывод. Кстати, просто для понимания. Стратегия пригожинских политехнологов на выборах на Мадагаскаре была построена на интернет-компании. Правда, вот эти супертехнологи не учли, что Мадагаскар не Россия и даже не Америка. И только 4% населения имеют доступ к интернету. Ну, это вот так, для общей картины и понимания. Так вот, предложенная Аль-Баширу стратегия по сохранению власти была очень похожа на путинскую. Тоже сохранение стабильности, та же борьба с оппозицией, с независимыми медиа и с уличными акциями. Доходит до смешного. Пригожинские технологи предлагают Аль-Баширу создать надпартийное движение «Башир – отец нации», взамен надоевшей всем партии власти. Вот вам это ничего не напоминает? Нельзя сказать, что Пригожинские уж совсем ничего не придумали. Для Судана в графе «Образ врага» в дополнение к США и Евросоюзу был вписан Израиль. Впрочем, вот этим труды по перекройке отечественной макулатуры под нужды Аль-Башира и ограничились. Хотя нет, в числе предложений было еще такое. Публичные казни мародеров и другие зрелищные мероприятия, отвлекающие протестно настроенную аудиторию. Хотя, может быть, это тоже из российских методичек. Просто из еще нереализованной части. Гениальные советы спецов из питерской подворотни не помогли Аль-Баширу. 11 апреля 2019 года закончилось его 30-летнее правление. Судьба золотых концессий и прочих обещаний теперь под большим вопросом. Образ эффективного и удачливого полководца гибридных войн, который так культивирует Пригожин, это просто образ. На самом деле, Пригожин больше похож на Остапа Бендера, такой же среднего пошиба жулик. Только вот Бендер на экране был посимпатичнее. Пригожин обманывает Путина. Он обманывает африканских автократов. Путин он обещает влияние на Африку и геополитический плацдарм. Африканцам обещают сохранение власти. В реальности Пригожин получает государственные деньги в виде господрядов и материальной поддержки Министерства обороны и МИДа. А от африканцев получает концессии и полезные ископаемые. За эти деньги и активы он поставляет в Африку полупьяных политтехнологов-неудачников и топорные неадаптированные методички времен Суркова. Ну, все это, конечно, не работает. В результате Пригожин кидает обе стороны. Африканские царьки теряют власть. В Африку системно заходит Китай, а Путин же, и, к сожалению, мы вместе с ним, получаем клубок международных проблем, разоблачений, мутных бизнес-схем и за свои же деньги. И ведь только Пригожину в карман капает очередной десяток миллионов. Вы скажете, мелочь. Так на школьных завтраках много не срубишь, сколько детей не трави, а тем не менее рубят. Жадность, оно вот такое чувство, всеобъемлющее. Смешнее же всего, что ни Путин, ни МИД не понимают, ну, или делают вид, что не понимают. Это не они реализуют внешнеполитические задачи при помощи пригожинских гражданских и военных наемников. Нет. Это кремлевский повар делает свои маленькие гешефты под видом работы на государство. И будет делать дальше, пока все решения в стране принимает только один человек, в чьей картине мира важнее поставить новый крестик на глобусе, чем построить, например, теплые туалеты в школах. Или сделать так, чтобы ветераны в очередях, в больницах не умирали. Всего вам хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok